Друзья, всем привет! Это второй выпуск Таты Саты, так Жан назвали мою программу и подписчики. Сегодня у меня в гостях очень интересный, уникальный гость с нечеловеческими способностями. Жан Алибеков, финалист проекта «Битва экстрасенсов». Жан, я, честно говоря, не смотрела этот проект, но я знаю, что он какой-то очень крутой, он многосерийный. Ну, во-первых, спасибо за приглашение, очень приятно, очень уютно, все очень красиво. И, честно говоря, абсолютно все ваше. Ваш дом, это, знаете, продолжение вас, это ваша душа. И, говорят, заходишь домой и по, так сказать, по энергетике дома можно судить о человеке. Поэтому, ну, правда, здесь все очень уютно. Спасибо, Зинар. Ну, аура нормальная? Очень все хорошо. Да? У вас не может быть плохой опыт. Вот, кстати, я сейчас вот до, в прошлом году, переехали мы сюда в октябре, проводила несколько, поток у меня был новосельей. И я считаю, вот, когда мы только переехали в эту квартиру, здесь никто до нас не жил, здесь были только черновой ремонт. После того, как мы переехали, я вот не чувствовала, что вот это моя квартира, что это мой дом. Не было вот этого ощущения, что это мое. Только ощущение было, что я просто отель приехала, там, переночевала и пошла работать. Но после третьего новоселья у меня наконец-то появилось вот это ощущение, что я дома. Все-таки стены наполняют люди. И стены вас просто приняли. А, они могли еще не принять. Конечно. А как часто вообще нужно переезжать? Вы знаете, оно все, опять-таки, зависит от человека. Вот я переезжаю раз в год. Почему так часто? Ну, работа наша связана, опять-таки, с общением с людьми. Но, естественно, к нам же приходят не только, когда все хорошо, а как раз-таки наоборот. И, соответственно, ежедневно, собирая всю эту негативную энергию, мы приходим домой, мы расслабляемся. То есть, и весь этот негатив накапливается в нашем доме. Вот поэтому таким людям, как я, психологам, да, то есть, и нам подобных, так сказать, по профессии, я имею в виду, людям лучше чаще менять жилье. А нам, обычным людям? Вам, обычным людям. Главное, очищаться и быть всегда под защитой. А вот хочется иногда, не знаю, я даже, когда выбираю, когда мы едем за рубеж, я выбираю, я люблю вот именно останавливаться в апартаментах, то есть, не в отеле, да, а вот мне нравится там, если написано там в букинге, что эта квартира принадлежит художнику, мне сразу гораздо интереснее, мне кажется, что у него аура другая. То есть, мне хочется либо останавливаться, да, либо там побыть в доме, там, где жил Чарли Чаплин, я была в ВВ, да. То есть, мне кажется, что у этих домов есть какая-то особая энергетика, да. Несомненно, близко всему этому, видите, это говорит о вашей душе снова, да, то есть, почему вам хочется останавливаться в апартаментах, нежели там, то есть, вы делаете больше, выбираете больше апартамент. Почему? Потому что ваша душа уже требует семейного счастья, да, то есть, семейной идиллии, вот. Отель, это больше для людей одиночек, у вас детки, да, то есть, вам хочется вот этого всего, так сказать, энергетического уюта, поэтому вас туда и тянет. Мне кажется, что вот вы видите людей насквозь, да? Не всегда. Не всегда? Не всегда. Но, ну, вот если в процентном соотношении, то сколько процентов людей вы видите насквозь? То есть, вот, встретили человека, вы сразу, вот, когда к вам приходит на прием человек, вы сразу понимаете, человек зашел с определенной проблемой, да? Как я уже говорил, к нам, к нам всегда приходит, как с какой-то определенной, там, болью, проблемой, вопросом, вот. Когда у человека хорошо все, ну, редко такие приходят к нам. Но, тем не менее, да, понять, с чем он пришел, с хорошим или с плохим, это можно, там, с первых, там, трех-четырех секунд. Есть категория людей, которых даже смотреть не хочется. Почему? Есть несколько моментов. Если ты чувствуешь от человека какую-то негативную историю, то есть, если ты видишь, что с человеком может произойти какая-то беда, да, то есть, мы зачастую отказываем этим людям в приеме. Если у человека может произойти… Необратимая какая-нибудь история. А как вы это видите? Всегда… Питно какое-то… Условно говоря, там, запах смерти всегда существует. Вот. И если, опять-таки, если какая-то, если какая-то история необратимая, смысл говорить. У нас была следующая история, чтобы вы понимали, к нам пришла одна дама, с какими-то, там, знаете, со своими вопросами, условно. А вот, и мы видим определенную, так сказать, картину, не очень хорошую. Вот, и, соответственно, то есть, ну, мы тогда еще были молоды, и, так сказать, по доброте душевной, и, будучи людьми, там, честными, искренними, то есть, мы проговорили и, там, ну, рассказали ей про эту историю. У человека произошло отчаяние, да, то есть, и человек натворил еще больше делов. Поэтому, если, если мы видим историю необратимую, ну, мы же не боги, да, то есть, мы лишь некий сосуд, да, который просто передает некую информацию. Жан, я вам налила чай, тортик. Спасибо. Кстати, тортик со дня рождения Дианы. Дианке моей исполнилось 6 лет. И вы знаете, друзья, я поделюсь с вами, я позавчера, да, была у вас на приеме. Я, честно говоря, не знаю почему, но я скептически отношусь к людям, которые, там, предвидят будущее, да. По моему мнению, да, что будущее, которое тебя ждет, зависит все-таки в большей степени от тебя. Есть, конечно, вещи, которые можно предотвратить, но береженого Бог бережет, да, то есть, если ты не выезжаешь из-за меня в гололед, в туман, в Караганду, то у тебя больше шансов выжить, да. Конечно. Я всегда говорю, есть судьба, есть выбор, да, то есть, абсолютно с вами согласен, да. Но, тем не менее, так сказать, испытывать судьбу, конечно, тоже неправильно, то есть, если на вашем роду, так сказать, написано, там, Динара доживет до 90, да, у Динара будет трое детей, да, то есть, и Динара будет… Я реально хочу жить долго. Да, да, дай Бог. Ну, вы знаете, конечно, вы от этого никуда не денетесь. Вы хоть прыгайте, знаете, хоть выходите, так сказать, ногой на улицу минус 30, да, то есть, да, вы, паси Господь, вы переболеете, но вы доживете до 90. Но… То есть, все-таки у каждого свой срок. Конечно, у каждого свой срок. Ну, если вот процентом соотношения брать, вот сколько зависит все-таки от нас? И можно ли вот, если у человека, ну, дано ему там прожить недолгую жизнь, да, может ли он что-то изменить? Вы же, когда к вам люди приходят, вы же можете подсказать, если вот год опасный, да, чтобы человек себя там берег, или, например, или вы предвидите, что есть… Или вот если смерть есть, и все, и вы просто ничего не можете, вы бессильны? Несомненно, если у человека, человеку отведено, условно, то есть, то количество лет, которое ему отведено, то есть, мы, естественно, здесь бессильны, мы не боги. Повторите еще раз, мы лишь просто сосуды, да, передающие эту информацию. Но, вы знаете, можно же прожить качественно и качественно счастливую жизнь, да, то есть, и, так сказать, и не быть долгожителем, да, то есть, а можно прожить до 100 лет, да, и жить, там, не знаю, одинокой сварливой бабкой, да, то есть, без любви, без близких и родных. Какой бы срок, так сказать, Всевышний нам не дал, главное – прожить эту жизнь честно, качественно и в здравии. Ваш дар, который вы получили с сестрой, он передался вам по наследству? Да, вы знаете, часто… От бабушек? От бабушек, да. А ваши родители, вот, это по маминой линии, по папиной линии, да? У нас всегда была такая история, у нас данный любимый наш, так сказать, роман, это Ромео Джулетто. По одной причине, потому что наши бабушки, то есть, мамы наших родителей, они просто-напросто ненавидели друг друга. Они две конкуренты. Вот, это были Монтеки, Капулетти, знаете, в казахском варианте. Они были две конкурирующие… Ну, вы представляете, да, то есть, два конкурирующих экстрасенсов, да, которых есть… В одном месте? Нет, слава богу, в разных высах, так бы, мне кажется, другого просто съели бы. Вот, и, соответственно, то есть, ну и вот, так сказать, судьба. Встречаются родители, знакомятся и… И женятся. И еще и женятся. Да, обе бабушки принимали людей, так сказать, обладали определенными силами. Вот. Немного со стороны матери, конечно, у нас больше эта история со стороны мамы. Потому что у нас мама, 13-й ребенок в семье. Вот, у нее было 12 братьев. Все они умерли. Вот, абсолютно. У нас мама сирота, круглая. То есть… 12 братьев, ну, в смысле, они дожили до какого-то возраста? Лишь один, 11-й дожил до 42-х лет. И защищая там девушку, там, ну, просто-напросто, так сказать, ну, его убили. Когда бабушка, наша бабушка, сестры на матери, сестры на мамы, сама еще в будущем была молодой, она обратилась, то есть в те времена тоже к какому-то там, к какому-то человеку, да, то есть боксы, не знаю, там, как угодно. Я не знаю, как их тогда называли, но тем не менее. И этот человек сказал, мальчики в твоем роду никогда не выживут. Родится девочка только тогда, лишь она выживет у тебя. И, собственно, все, что сказал, он тогда предсказал, там, сказать, нашей бабушке, ну, все произошло. Ну, не выжил никто, кроме нашей матери. Вот. И, собственно, ну, от нее родились мы. И через маму перешли, перешел этот дар? Да, да. А в каком возрасте вы почувствовали это? Вы знаете, наверное, это было всегда, я всегда говорю, знаете, это можно сравнить, это же некий, так сказать, ну, назовем это дар, да, то есть для кого-то это дар, для кого-то это проклятие. В детстве, конечно, я это больше чувствовал как проклятие. Ну, послушайте, всем хочется, особенно мне всегда было жалко, там, моего папу, да, это я сейчас все осознаю, да, когда он хотел, там, чтобы я, как нормальный пацан, так сказать, бегал по дворе, там, дрался с кем-то, играл в футбол и все остальное, да, то есть, а я все время рисовал какие-то непонятные странные картины, изрисовал во все подряд, закрывался в туалете часами, знаете, да, то есть, ну, естественно, то есть, это все не нравилось ему, то есть, ему всегда было очень стыдно, там, когда к нам приходили домой гости, да, то есть, а я, там, выходил и говорил какие-то странные вещи, да, то есть, вот, ну, понятное дело, что... Какие вещи там, типа, ты умрешь, ты выживешь, ты будешь счастлив? Ну, в пятилетнем, вот, пяти-шестилетнем возрасте, вот, все, что приходило в голову, так сказать, поток информации, я все это озвучивал, да, были и такие вот моменты. В школе, в детском саду, в школе, ну, уже ближе уже к университету, я лишь только начал хоть как-то, знаете, становиться социальным, адаптироваться, ну, больше... То есть, в школьной школе вы ни с кем не общались? Ну, я был изгоем, абсолютно изгоем, меня все не любили, вот. Вот, это очень сложно, на самом деле, быть не таким, как стереотип на всех. А с сестрой, у вас же у сестры тоже такой же дар? Да. А вот у кого больше все-таки этого дара, у вас или у вашей сестры? Вы знаете, сложный вопрос, и более того, я не считаю, что у кого-то больше, кто-то лучше, то есть мы абсолютно синхронно видим какие-то вещи, это первое. А второе, это, знаете, это как слух у музыканта, да, то есть, если в семье музыканта, то есть, если в семье есть два человека, да, то есть, у которых есть музыкальный слух, да, то есть, ну, кто-то лучше играет там на рая, то есть, на пианино, да, кто-то, не знаю, там хорошо играет на флейте, но тем не менее, они оба музыкальны. А у вас есть у самого дети? Да, у меня двое детей. Сколько им лет? Да, 16-14. Ну, взрослые уже. Большие уже. А вы, вот им передался ваш дар? Или он передается через поколение? Я очень надеюсь, что нет. Почему? Не хотелось бы. Повторюсь, для кого-то дар, для некоторых это, можно сказать, и проклятие. Я знаю, что вы работали адвокатом. Да, я практиковал в адвокатуре. То есть ваш папа все-таки настоял на том, что вы обучились, на юриста? Да. Мама кричала, что я буду прокурором, отец кричал, что я буду адвокатом. Только бабушка стучала по полу и показывала им дулю. Да? Собственно, она была и права. Нет, но вы все-таки успели поработать адвокатом. Да, я проработал два года. Сколько вы поработали? Два года. Два года. Ну, и вам, наверное, легче было защищать человека в суде? Нет, как раз таки мне было очень сложно. Я ушел с адвокатуры после того, как, так сказать, один наш подзащитный начал нагло врать. Я тогда еще был просто помощником адвоката, естественно. То есть, ну, я вообще человек такой, я за справедливость абсолютно, но я за то, чтобы лучше промолчать иногда, но не врать точно. Но когда там человек начал, я, это было очень давно, но я как сейчас помню, когда человек там клялся своими всеми родными, близкими, смертью Богом и всем, и всем что угодно, о том, что он этого не делал. Хотя я просто-напросто видел, что он, ну, просто-напросто врет. А вы видите как? Картинку, что он врет, что он делал, не делал. Как это вообще можно увидеть? Вы знаете, всегда по-разному. Во-первых, это определенное, опять-таки, мы же видим какими-то образами, да, то есть многие думают, что вот что такое экстрасенс, да, то есть он такой сел, кликнул, знаете, да, мышку, да, то есть и пошла вся картина. Очень важна в нашей, так сказать, назовем это работой, да, то есть очень важно правильно считывать определенную информацию, потому что кто-то там слышит, кто-то там видит, кто-то видит. Вот мы видим какими-то образами, да, то есть определенные. То есть вы видите образы? Видишь определенный образ, и нарабатывая, так сказать, опыт, очень важно правильно расшифровать этот образ, да, то есть не обязательно. Но у вас уже, наверное, есть какая-то расшифровка для себя, знаков, да? Конечно, да, так сказать, свой словарь он, конечно, есть. Вот когда я к вам пришла два дня назад, я для себя вообще впервые узнала, честно говоря, я даже не знала, что у каждого человека есть тотемное животное. Да. И это что такое? Что такое тотемное животное? Мы рождаемся вот какими-то звездами или вот я не знаю, что это такое? Вы знаете, существует, к примеру, нумерология, астрология, да, то есть также существует некая, так сказать, наука, которая называется тотемология, да, то есть мало кто этим увлекается. Почему? Потому что, ну, все-таки астрология и все остальное, то есть нам ближе в нашем 21 веке. Потому что, понимаете, легче сказать, да, то есть и слышится, то есть, ну, стереотипно, опять-таки, если рассуждать, то есть мы уже все знаем, что существует там 12 знаков зодиака, да, то есть, ну, никто не знает, что существует еще 13 знаков зодиака. То есть, опять-таки, то есть многие мыслят стереотипно. А он существует, 13 знаков зодиака? Да, ну, я об этом не буду говорить, потому что сейчас все астрологи просто-напросто меня съедят, вы знаете, вот. Но тем не менее, то есть, но мы же верим, понимаете, люди же верят в то, что он по знаку зодиака весы, да? Вот я дева, если человек другой дева, я понимаю, что у нас есть общие какие-то качества, которые присущи и ему, и мне. Это там педантичность, вот мы чистоплотные, мы такие пунктуальные. Больше домашние, несмотря на вашу популярность. Скорпион самый сексуальный знак. Возможно. Вы знаете, так же и, так сказать, в татемологии. Если мы поделили все человечество, так сказать, по астрологии на 12 пунктов, почему мы не можем пойти по татемам. Татемы абсолютно существуют. А как понять, какой у меня татем? По месяцам? Нет, нет, абсолютно. Здесь нужно уже идти по наитию. Да, то есть при нашей встрече мы там обозначили ваши татемы, не будем говорить про вас, да, к примеру. Существуют... А нельзя говорить, какой у меня татем, никому? Или я должна... Это в крайней секрете или как? Это нежелательно, но это должно быть немножко, так сказать, интимно, ваше. Волки должны быть с волками, понимаете, опять-таки. То есть, получалось... Давайте представим себе. Вот в нашей работе, к примеру, нам очень легко определить, кто есть кто, если мы видим тотем этого человека. Да, то есть существуют львы, существуют мыши, существуют шакалы, существуют кукушки. А, послушайте, а если и в жизни существует, понимаете, львы, да, то есть люди сильные, люди, которые хотят, чтобы было все, так сказать... Не принимают слова «нет». Не принимают слова «нет», да, существуют кукушки, мамы, которые рожают детей, бросают их, да, то есть... Существуют шакалы. Существуют шакалы. Которые все время бьются вокруг. Да, существуют мыши, которые все время прячутся, да, то есть за, там, по норкам, да, то есть... И не зря, наверное, мы говорим про людей, да, вот змея. Конечно. Вот шакал. Конечно. Вот козел. Обычно я это за рулем, козел такой. Нарекаем новыми тотемными именами. Нет, я вообще, знаете, еще удивляюсь, говорят, вот собака такой. Кому-то бы собака, кому-то, знаете, какой-то вред. Да, и что, вот если, например, человек знает, какое он тотемное животное, ему легче жить или легче понимать себя? Человеку очень важно быть в гармонии со своим тотемом. Если человек будет знать, какое у него тотемное животное, ну, к примеру, если этот человек пытается, так сказать, построить свою личную жизнь, да, и если он начнет разбираться в этом, то ему будет легче найти свою вторую половину. Почему все время, то есть люди встречаются? Прежде чем встретить какого-то, прежде чем встретить свою вторую половину, многие люди, да, то есть проходят там через кучу отношений. То есть, допустим, лев и мышка, они не поженятся? Да, вы понимаете, да, то есть, либо... Ну, бывает такое. Ну, это уже... Ну, львам нравятся такие, кто там, я не знаю, может быть, тигрицы, да? Вы знаете, в любом случае... Или такие кошечки. Больше кошечки, да, то есть... Ну, кошачьи. Кошачий прайк должен быть, да. Но, тем не менее, ну, представьте себе, что получится там, если мы скрестим, да, условно говоря, лошадь и кенгуру. Да, даже кентавра не получится. Ну, вы понимаете, к чему я... Я поняла, да. ...вся эта аллегория. То есть, каждая тварь и папари. А вы какое-то тамное животное? Это, ну, я вам скажу уже после эфира. То есть, это тоже под секретом, да? Давайте поговорим о Москве и о вашей жизни в Москве. Вы участвовали в битве экстрасенсов, но попали туда не с первого раза. С четвертого. Прежде чем записать это интервью, друзья, я погуглила, посмотрела, почитала ваше интервью. И было в ужасе, что вы не сразу попали в битву экстрасенсов, потому что, оказывается, экстрасенсы мстят друг другу по-экстрасенски, да? То есть, там, кладбищенская земля, какие-то вообще ужасы происходили, чтобы вы туда не попали. Да, было много моментов. Ну, во-первых, я хочу сказать сразу, обратить внимание на следующее. Всему свое время, да? То есть, и все мои предыдущие, там сказать, три попытки неудачные, да? То есть, значит, просто было не мое время. Но я объясню, почему, то есть, из года в год, условно говоря, я пытался туда попасть на эту программу. Но я когда-то пообещал, в первую очередь, самому себе, что... Ну, то есть, увидев первый раз этот проект на телевидении, я себе пообещал, что когда-нибудь я попаду. И выиграю, да? И выиграю, да. Ну, я себе говорил, ну, как минимум, попаду в финал. Вот. И, ну, это же эмоции опять. Я же тоже человек, эмоции, амбиции. То есть, все мои три попытки предыдущие, они были безуспешными. То в первый раз я вылетаю в Москву и приезжаю... То есть, я выезжаю в аэропорт, чтобы вылететь в Москву, приезжаю в аэропорт, я понимаю, что я потерял паспорт, удостоверение личности. Я потерял еще ранее, да? То есть, ну, как я вылечу все? А на следующий день уже кастинг, я не попадаю. Во второй раз происходит еще какая-то история, в третий раз, ну, еще что-то. И накануне, так сказать, принятия решения об участии в 18 сезоне, я даю себе запрос, обращаясь ко всем своим, так сказать, духом, в первую очередь, к своим бабушкам. И, знаете, я получаю такую картину. Иду я на этот проект, но за мной идет кто-то. Я не смог раз видеть, кто это. И, проснувшись утром, первый человек, который мне позвонил, спросил, как у меня дела, и сказал мне, слушай, ты мне сегодня ночью снился, это была маэстро Дана. Я говорю, слушай, все, ты идешь со мной. А она вообще, она не очень любит сниматься, быть публичной, быть в телеке. Я говорю, слушай, делай, что хочешь. Я говорю, хочешь ты, не хочешь, говорю. Если ты не пойдешь, я не пройду точно. Вот, и действительно так и получилось. И мы вдвоем прошли. И мы пошли вдвоем, да. И, слава богу, мы прошли. И мы, кстати, были. Было много раз участников, которые приходили в паре на этот проект. Но мы единственные, так сказать, единственные брат сестрой, которые вошли в финал. После этого ценник поднялся. Ценник поднялся до. До битвы. Но вы не дешевые экстрасенсы. Да, конечно. Вообще, за этот дар божий вы должны брать деньги? Динар, смотрите, вот вы хороший журналист. Это же дар божий. Ну, это, знаете, наработанные навыки. Ну, у нас тоже наш дар, но мы его тоже нарабатывали. Мы тоже вкладывали себя. Но если... Могу вам также задать этот вопрос. Динар, ну, это же дар божий. Все равно. А вы должны брать за это деньги? Тогда, послушайте, мы тоже живые люди. Слушайте, в этой программе я инвестор. Я сама облачу в своей команде. Ну, это, наверное, сейчас, да? А вообще, конечно, да, я бесплатно не работаю. Да. Я сейчас... То есть очень хорошее сравнение. Браво, прям браво. Часто случится этот вопрос. Очень часто. Пишут даже, знаете, в соцсетях и все остальное. Послушайте, я всегда говорю, вы знаете, я ценю свое время, я ценю свой талант, я ценю, уважаю время других людей. Я всегда на такие выпады со стороны определенных людей, да? То есть я даже порой... Я помню как-то одной даме, которая там высказывалась не очень лестно, да? То есть если это дар божий, что вы там принимаете за деньги и все остальное, да? Я говорю, послушайте, уважаемые, вот существует бренд Zara, да? Существует Louis Vuitton, да? Слушайте, ваше право покупать Zara или Louis Vuitton, да? То есть это не говорит о том, что Zara хуже или Louis Vuitton лучше, да? То есть это право вашего. Ваш выбор, да. Это ваш выбор, конечно, поэтому... Ну, смотрите, наверное, вот вы себя все-таки называете ясновидящим, экстрасенсом или просто человеком с какими-то нечеловеческими возможностями? Вот слово экстрасенс, слово... Это же такие, знаете, фразы там, клише, да? То есть навязанные людям, да? Вот, честно говоря, я лишь просто себя считаю человеком, который видит чуть больше, наверное, чем обычные люди. Вот, но... Но для этого вам нужно все-таки взять... Вы два дня назад, когда я у вас была, вы взяли в руки мою руку. Да. То есть закрыли глаза, и вот у вас какой-то... Ну, вы не спрашивали, какого я года? Я вообще не хожу еще к экстрасенсам, объясню почему. Потому что вся информация про меня есть в Гугле. Совершенно верно. То есть Википеде, Гугл, там, Инстаграм. И, конечно, я как-то вот сомнительно, да, думаешь, ну, что там, прочитал про меня? Ну, и более того, я вам... Ну, и, конечно. А вы мне дали вот информацию совершенно новую и совершенно интересную для меня про тотемное животное. Но вы еще сказали такую фразу, которая... Которую вообще вы могли бы говорить, в принципе, каждому второму человеку, чтобы человека зацепить, да? Там, вы меченый. Вот как это понять? У всех у нас есть, у всех людей абсолютно. То есть интуиция делится на два подвида, так сказать. Есть небесная интуиция, есть земная интуиция. Каждый человек может, знаете, интуитивно предполагать какие-то вещи. И более того, он будет прав. Но есть люди меченые, у которых, так сказать, уровень этой интуитивности, он немного выше, чем, так сказать, у остальной категории людей. Вот поэтому вы и меченые. Есть и эти люди меченые, как вы. Это люди, которые видят, опять-таки, вопрос, чуть больше, чем все остальные. У них хорошая чуйка. Они знают, куда идти, куда не идти. То есть у них хорошая хватка. В этом есть ваша меченность. Но меченность вы не имели в виду, что я тоже какими-то владею? Вы знаете, нет, несомненно, в вашем случае, в вашем случае, у вас есть определенные способности, да? То есть я их буду развивать, я тоже могу предвидеть? Ну, Динара, вы уже их развиваете, понимаете, общаясь с людьми, да? То есть вы, если вы уйдете, условно говоря, в психологию, а вы уже, в принципе, в этой психологии, ну, я имею в виду, если вы пойдете там профессионально, вы будете прекрасным психологом. А кто такие психологи? Психологи, это как раз-таки тоже люди меченые, да? То есть это, знаете, бытует мнение, что там самая легкая работа там у психологов или у экстрасенсов, или, ну, послушайте, я хочу обратиться к людям, посидите, послушайте в день, знаете, хотя бы троих, да? Троих человек, которые приходят с бедой. Они все, естественно, приходят с каким-то негативом. Ну, я же говорю, никто не приходит там с добром каким-то. И наша работа не просто выслушать, а еще и правильно направить во всем этом. Поэтому и работа журналистов как раз-таки, я тоже считаю, что вы недалеко ушли от психологов или от нас. Вы тоже не всем нравитесь, понимаете? Вы тоже получаете негативную информацию. Что я не всем нравлюсь, я уже с этим смирилась. Да, да, и слава богу. Да, и на самом деле, мне даже кажется, у меня существует теория, что это, наоборот, тебя спасает. Потому что, когда люди нравятся абсолютно всем, мне кажется, они быстро уходят из жизни. Вот, вы уже говорите как меченый человек. То есть вы уже понимаете всю суть. Я понимаю, что, ну, вот я иногда удивляюсь, почему такой хороший человек ушел так рано? Вот потому что у него не было негатива в жизни, да? То есть все-таки наша жизнь – это баланс, да? Черное-белое? Да, черное-белое, согласен. И залюбить тоже очень плохо. Вы же сами понимаете. Почему там, когда мы начинаем там любить своих детей очень сильно или же своих там внуков, мы сами же сплювываем. Да, сами этого не понимаем. Потому что большая любовь, да, то есть она тоже разрушает. Вот, и я согласен с вами. То есть если человеку всегда будет только любить, это… Любовь, она же тоже такая. То есть эта энергия не очень простая. Все должно быть в меру. Как защитить себя от негатива, от сглазов, порчи? Ну, нет возможности, да, сейчас там прийти к вам. Вы, тем более, не всегда, да? Вот вы сейчас, например, там прилетели на пару дней, в Алма-Ате, может быть, бываете, да? Ну, вот человек живет там, в Усть-Каменогурске. Хочет себя защитить. Как ему себя защитить? Самое главное, знаете, я всегда говорю, профилактика всегда лучше, чем лечение. Да, то есть, но я сейчас не склоняю бежать, как с трассенсом, к бабкам, да, то есть там смотреться и все остальное. Нет, очень важно включать, так сказать, и прислушиваться к своему, так сказать, магическому своему уху. Да, то есть прислушиваться. О чем это говорит? Если в вашей жизни, то есть, не ваше, если в жизни какого-нибудь человека происходит какие-то, начинается, то есть начинает происходить какая-то, знаете, череда каких-то нехороших событий, то есть нужно проанализировать. Что-то не так. Что-то не так. Нет, понятное дело, то есть каждый может, там, знаете, удариться локтем, да, то есть об угол этого столба. То есть в течение дня, там, у него разбилось там. Ну, если в течение дня, там, или недели, да, то есть происходит, то есть есть хронология каких-то негативных событий, очень важно здесь быстро, так сказать, среагировать и просканировать. Это равносильно тому, что, ну, представьте себе, человек, у которого там будет, не знаю, человек, который болеет, заболел гриппом, он же не слег сразу, он сначала чихает, да, то есть потихонечку у него появляется жар, потом температура. Симптомы. Симптомы равносильно здесь. Если вы чувствуете, что идет какая-то очереда нехороших событий, то нужно бить клич. И в первую очередь, опять-таки, повторюсь. Но обращаться к вашим коллегам? Не обязательно, понимаете? То есть я сейчас не призываю, повторюсь еще раз, не призываю бежать, там, к экстрасенсам, к бабкам. Порой человек может сам себе помочь. Ну, как? В первую очередь, очень важно, если вы понимаете, что происходит что-то не то, что есть уже определенный сбой, то есть самая первая рекомендация всем абсолютно людям – это солевые ванны. Второй вопрос. Как привлечь любовь? Очень хороший вопрос, Динар. Соль от негатива. Да. А что нужно носить с собой, чтобы привлечь свою любовь? Ну, не просто любовь-любовь, да? А вот действительно свою вторую половину. Несколько моментов. В первую очередь, для того, чтобы найти свою вторую половину и привлечь, так сказать, эту любовь, очень важно, в первую очередь, полюбить самого себя. Большая часть людей переносят, так сказать, на второй план свою, извините, свою любовь сказали, аж поперхнулся. Можете чай выведем? Многие люди, вы знаете, многие люди, у многих людей, вернее, то есть отсутствует здоровый эгоизм и любовь к самим себе. Они ставят приоритет, знаете, интересы других людей, интересы своих родных и близких, интересы там своей работы. Да, то есть и, ну, собственное альтер-я, да, то есть альтер-эго, собственное я, то есть они переводят на второе и далее планы. Поэтому для того, чтобы привлечь любовь в свою жизнь, это в первую очередь нужно полюбить самого себя. У каждого человека должно быть свое место силы. И вне зависимости от вашего там вероисповедания, да, то есть и так далее. Мы очень часто ездим там в Юго-Восточную Азию, мы, более того, мы прожили в Камбодже почти 9 месяцев. А что они делали? Мы как раз после проекта, мы уехали туда, и у нас был большой ретрит там, вот. И мы просто-напросто, так сказать, закрылись от всех и от всего. И всех мы заполнялись энергией. Наполнялись энергией. Вы знаете, мы посетили почти там 170 храмов, да, то есть знакомились с монахами. Кстати, в Камбодже очень очень интересно. К чему? То есть где брать, где черпать энергию? Вы должны, то есть человек должен найти свое место. Человек может черпать энергию, условно говоря, там на своей родине. Да, то есть в том месте, где он родился. Пусть это будет маленький поселок, или же там, не знаю, там третий подъезд, знаете, 141-го дома, я говорю условно. Либо ездить по храмам, да, то есть мы все ежедневно монстр информации, он просто поедает всех каждый день. Даже выходя, знаете, вот я сейчас выйду от вас, там, пока дойду до машины, у меня уже, вы знаете, будет, я уже поменяю три раза там информацию в голове, да, то есть я к чему? Очень важно, чтобы вы, а, первое, то есть медитировали, второе, нашли место силы, где вы будете прокачивать свой... А медитировать каждый день? Хотя бы, хотя бы раз в полгода уделять 41 день для медитации. Вы знаете, я, вот честно говоря, в хорошем смысле завидую людям, которые читают намаз. Да. Ты каждый день пять раз уединяешься и медитируешь. В своей медитации, да. В своей медитации. Это так круто, да? Да. То есть у тебя такой контакт с Богом напрямую. Вы чистите людей. Да, да. То есть это как происходит? В первую очередь, то есть... Молитвами? Да, мы, конечно, мы, можно так сказать, молитвы терапевты, да, если так можно выразиться. Вот, это первое. Второе, это работа с подсознанием и работа с энерготелом человека. Знаете, это совершенно не схоже с отливанием, там, знаете, свинцом или воском. То есть, опять-таки, я ни в коем случае не хочу, знаете, там, кого-то там, я никого не умиляю, никого не принижаю. Нет. У каждого там своя там работа. Если порой даже плацебо работает, да, сами прекрасно понимаете. Но в нашем случае, да, то есть мы читаем молитвы определенные, то есть работаем с подсознанием и с энерготелом человека. Вот это очень важно. И повторюсь еще раз. Помните, мы с вами говорили, Динара, тоже о том, что зачастую наши коллеги, наши коллеги, так сказать, они все время каждому второму говорят о родовом проклятии, о порче, о сглазе и тому подобное. И начинают от чего-то там чуфыр-чуфыр чистить и все остальное. Послушайте, ребята, ну, не обязательно в каждом человеке, ну, не обязательно, чтобы в каждом человеке была эта порча. Зачастую лучше проработать свое энергополе. У всех у нас, мы часто приводим этот пример. А можно самому очиститься, просто читая молитвы? Конечно, несомненно. И если, опять-таки, если у вас незатяжная история, если вы понимаете, что... Если она такая легкая? Если она легкая, если вы, более того, если вы уверовали в это, да, то есть самое главное. То есть мы же сами понимаем, без, так сказать, без веры в то или иное, то есть ничего не получится. Без веры, там, в свои силы, да, то есть назовем это так. Поэтому, если вы понимаете, что у вас это получится, конечно, почему нет? Жан, спасибо вам большое. Очень много полезной и нужной информации получили. И я могу с вами беседовать еще долго и долго, но мне хочется, чтобы мои подписчики ждали нашего продолжения. Спасибо, Дима. Когда вы будете в следующий раз в Нарсултане? Мы приедем в марте. В марте. Вот как вы сообщаете, когда вы будете, где и куда подписаться? В основном, то есть это социальные сети, это Инстаграм и Фейсбук. То есть вы активны? Нет, скорее нет. Скорее нет, но тем не менее, то есть, да, то есть мы поддерживаем связь, так сказать, сообщественности. Я вам желаю быть более активным, потому что на сегодняшний день это самый простой способ рассказать о том, что… А в Алма-Ате часто бываете? Как только мы в Казахстане, мы проезжаем в Алма-Ату и в Астану, и в крайнее время очень часто бываем в Актюбинске. В Актюбинске? Да. Я думала, что в Кенте. Нет, у нас… Друзья, я думаю… А, цена. Да. Это подарок. Спасибо большое. Дом говорит, не приходит без подарков. Цена, а чем заплатишь ты? Это что значит? Почитайте, это абсолютно реальная история, основанная на реальных событиях. Правда? Да. И, кстати, героиня, одна из героиней этой книги моей, она очень не напоминает вас. Правда? Да, вы почитаете. То есть это художественная литература? Это художественная литература, которая основана на реальных событиях. И более того, большая часть этих событий происходила в вашем городе. А почему Алишер Ильикбаев здесь? Это когда-то я попросил всех этих людей просто сняться для обложки на самом деле. То есть это персонажи, чтобы людям померли. То есть здесь просто Диана Снегина. Диана Снегина, да. Да, вот ваша сестра, да? Да. Это же сестра, да? Да, это да, она, да. Так интересно. Ну это, конечно, я обязательно прочту от Гульнара Булатовна Сарсенова, Лилиара, Виктория Маминбаева. Это, видимо, ваши клиенты, да? Друзья. Друзья. Я желаю вам удачи, крепкого здоровья. Вам спасибо, вам здоровья. Чтобы вы всегда тоже были полны энергии. Потому что я понимаю, что каждый человек приходит, как вы сами сказали, никто не приходит там с добром, да? У каждого, кто приходит к вам за помощью, есть какая-то проблема, с которой он столкнулся. Друзья, я хочу сказать, что в жизни все бывает. И жизнь, она, наверное, тем и вкусна, что каждый день разный, да? И не надо отчаиваться, и надо все-таки думать, наверное, о том, что мы, это жизнь. Я всегда говорю, ну человек заболел, там, для кого-то прям трагедия. И вы знаете, есть люди, которые все время говорят, вот как не позвонишь или там не поговоришь, болеет, болеет. Мне кажется, люди эти чаще болеют. Да, конечно, и несомненно, эти люди просто-напросто, именно когда они жалуются вам на свою болезнь или же на несчастную жизнь, это чистые вампиры. Я желаю вам удачи, спасибо за книгу. И, друзья, подписывайтесь на Жанна Алибекова по этому инстаграму. Ставим колокольчики, ставим лайки, если вы хотите, чтобы я продолжала снимать. Не будете ставить лайки, никаких видео я для вас полезных снимать не буду. Поэтому прямо сейчас нажимаем лайк. Субтитры сделал DimaTorzok